В Кабаровске состоялся мотоциклетный кросс. Вместе с советскими гонщиками в нем участвовали спортсмены Монгольской Народной Республики. В качестве наблюдателей на соревнованиях присутствовали представители Корейской Народно-Демократической Республики и Народного Китая. Констант. И вперед сразу же вырывается мастер спорта из Иркутска Сергей Чирцов. Он выступает под номером 56. За ним устремляется хабаровский мастер спорта Александр Позняков, номер 62. Внимательно наблюдайте за этими гонщиками. Между ними будет идти борьба за первенство. Соревнования проходили на хабаровском стадионе «Динамо». Участникам предстояло сделать 10 кругов в первый день и 14 кругов во второй день гонки. Сергей по-прежнему впереди. Но его уже настигает Александр Позняков. У Чирцева неудача. Его обходит Позняков. Он не упустил лидерство до финиша и первым закончил дистанцию. Во второй день Александр пришел вторым. Но в итоге двух дней соревнований стал победителем. Большой успех молодого хабаровского гонщика, мастера завода «Дальсельмаш». Второе место занял хабаровчанин Шилов и третье – Чирцев, Иркутска. Сентябрь – первый месяц занятий в школах. Учебный год начался и в плавательном бассейне хабаровского спортивного клуба «Армия». Всякая большая река начинается с капли воды, так и в спорте. Путь к большим победам лежит от этих первых, пока еще не очень-то умелых движений. Путь к рекордам не так прост. Мастер спорта Юрий Васильевич Сидельников знакомит новичков с азвукой прыжков в воду. Элементы акробатики и хореографии входят в программу обучения. Кто знает, может быть, мы видим сегодня рождение будущих мировых достижений. Видим тех, чьи имена составят завтра гордость и славу советского спорта. Такие машины всегда спешат. И всегда хочется верить, что они спешат не в ваш дом. Но сегодня можно не волноваться. Это соревнования. Краевые соревнования по пожарно-прикладному спорту. Первый номер программы – боевое развертывание отделений. Второй вид состязаний – эстафета. Соревнования показали высокое техническое мастерство пожарников. Их готовность действовать в трудных условиях быстро и решительно. Но давайте сделаем все, чтобы этим сильным и мужественным людям выпадало как можно меньше настоящей серьезной работы. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Более 10 тысяч километров пути преодолели физкультурники Прибалтики. Они выехали еще 1 мая, прямо с праздничной демонстрации, в городе Клайпеда. И вот гостеприимная дальневосточная земля – Благовещенск. Свой велопоход в Балтик и Тихий океан они посвящают 20-летию Прибалтийских республик и 100-летию Владивостока. Пять дней гостили посланцы Прибалтики в Хабаровске. В дальнейший путь шестерку энтузиастов спорта провожали жители города и участники мотопробега «Хабаровск-Москва», с которыми они уже встречались и подружились ранее. Итак, последний этап. Хабаровск-Владивосток. Далеко за городом встретили владивостокцы своих гостей. Позади 12 тысяч километров пути. На митинге в спортивной гавани участники велопохода передали поздравления владивостокцам от жителей Клайпиды. Они привезли с собой сосуд с Балтийской водой, чтобы здесь, во Владивостоке, вылить ее в Тихий океан. Эти ребята из первого школьного туристского лагеря имени Арсеньева, разбитого на берегу Зеи. Сегодня они отправляются в многодневный поход. Чудесные, еще не читанные страницы открывают перед юными туристами родная природа. В Питии ребята изучают геологические особенности края, собирают по заданию геологов образцы минералов. Как в настоящих таежных экспедициях. А потом, после трудных переходов и переправ, с аппетитом есть у костра, пахнущие горьким дымком, походную кашу. Нет лучшего отдыха, чем бродить по тайге с рюкзаком за плечами, прокладывать тропы, одолевать перевалы, отдыхать у бегуачных костров. Констант участникам макагонов на ледяной дорожке. Теренство дальневосточной зоны оспаривают команды Табаровской и Приморской макарёв, Амурской, Сахаринской и Маганарской области. Теренство дальневосточной зоны 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 Первое командное место забивали гонщики в Приморье. 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 Вратарь гостей ликвидировал немало серьезных угроз динамовцев. Чемпион Приморье показал себя в этой встрече не лучшим образом. Гости показывают более слаженную игру. Вот они снова нападают. Первая встреча советских и корейских футболистов закончилась в ничью 0-0. Но каким бы ни был счет, выиграли обе стороны. В этих встречах растет и крепнет дружба спортсменов двух братских стран. На встречу московских динамовцев и футболистов приморской команды «Луч» собрались болельщики из Хабаровска, Уссурийска и даже с Камчатки. Все ждали, что мастера покажут подлинный класс игры. Но, к сожалению, этого не случилось. Может быть, виной тому туман. Но ведь в 1946 году динамовцы одержали блестящую победу при таком же тумане в Лондоне. С первой же минуты мяч побывал в обоих воротах. Но затем игра становится вялой. И лишь во втором тайме москвичи, забив 11-метровый штрафной удар, добиваются преимущества. Со счетом 2-1 в пользу гостей закончилась эта встреча. Но любители футбола ожидали большего. Субтитры создавал DimaTorzok